добрый день всем моим подписчикам а также тех кто интересуется ремонтом автомобилей и смотрит мой видеоканал сегодняшнем видео обзоре будет показано как заменить передний подшипник ступицы на автомобиле mercedes cla 2013 года выпуска скажу что машина российской сборки на этом автомобиле стоит мотор объемом 2 литра а также добавлю что данная работа требует некоторой квалификации так что прежде чем вы приступите к работе нужно в принципе понять те сложности которые вас ожидают в этом работе также нужно под рукой иметь хороший пресс чтобы заменить подшипник итак начнем нашу работу ну во первых поднимаем машину и снимаем переднее колесо добавлю что мы заменяем левую сторону хотя принципе нету никакой разницы какую сторону заменить правую или левую принцип работы одинаково еще добавлю что чтобы диагностировать этот дефект нужно снимать шарнир гранату чтобы мы могли свободно покрутить ступицы и понять нужно ли заменить этот подшипник или нет итак после снятия переднего колеса нужно вот я показываю снять передний колпачок под ним находится болт который дотягивает гранату к ступице берем хорошую такую отвертку и медленно смазывая конечно снимаем вот этот колпак теперь нужно снимать то откручивать вот этот болт специальная головка е24 он довольно таки туго сидит заслопываем тарелку тормозную и с помощью воротка снимаем откручиваем вот этот болт после того как вы немножко погрузите его уже можно легко откручивать даже пальцем вот он уже свободно откручивается после снятия болта нужно проверить гранату тугость то есть в котором он сидит ступице часто бывает что он довольно таки туго сидит и его сложновато будет снимать нашем случае он хорошо смазан и вот как видите легко идет назад так что в этом плане у нас проблем не будет после этого снимаем вот закрепление тормозного шланга который сидит на амортизаторной стойке там нужно снять два штырка и снять вот эту пластмассовую деталь после этого нужно откручивать и снять сам суппорт здесь болты под номер 13 сзади нужно держать ключом номер 17 и аккуратно снимаю вот эти болты нижний и верхний иногда бывает что вот эти верхние чехлы рвутся и вот грязь накапливается и очень трудно бывает снимать суппорт в нашем случае принципе нам повезло так сказать все нормально и легко вот мы снимаем суппорт после снятия суппорта нужно снять тормозные колодки они довольно туго сидят так что руками может не получиться используем отвертку и повредив поверхность колодок или тормозного диска после снятия колодок мы закрепляем суппорт пружине чем-то скажем проволокой или вот таким способом чтобы он и болтался и не повредится тормозной шланг после этого уже нужно снимать откручивать гайку который держит стабилизаторную стойку здесь принципе одним ключом вы не справитесь нужно держать внутри вот эту штырь и держа вот откручиваясь гайку чтобы он вместе с гайкой не крутился после откручивания гайки снимаем его и снимаем сам стабилизаторную стойку то есть ее нижнюю часть немножко отодвигаем вверх чтобы он не мешал конечно это зависит от состояния самой стабилизаторной стойки в нашем случае он довольно таки новый и держим так сказать после этого уже нужно откручивать и снять стабилизаторную стойку гайки под номер 21 сзади держим ключом и ослабляем вот эти гайки после этого уже можно спокойно снимать гайка вверт сняли верхнюю сейчас снимем нижнюю берем медную так сказать детали чтобы не повредить болты то есть резьбу на болтах постукиваем и после этого уже можно снять эти два болта теперь уже отсоединили амортизаторную стойку от кулака теперь нужно снимать сам шарнир то есть гранату немножко подталкиваем и граната выходит из ступицы его тоже нужно закрепить чтобы не мешал работе также будьте внимательны чтобы он не выскакивал со своего места из внутренней гранаты потом будет проблема если он выскакивает ставить его на место так вот вы видите я закрепил шарнир стойки амортизатора и теперь у нас сейчас мы должны снимать скобу суппорта который тоже сидит на кулаке ключ я 18 ключ я закрепила ключ я закрепила После снятия скобы нужно снять сам тормозную тарелку. Сначала откручиваем болт, который держится к ступице. И после этого снимаем тормозную тарелку. Если он туго сидит, нужно несколько раз постукивать молотком на поверхность этой тарелки. После снятия, как я уже сказал, уже можно диагностировать, вышел из строя ступица, а то из подшипных ступиц или нет. В нашем случае он издавал довольно-таки большой звук, и по этому звуку мы определили, что его нужно менять. После снятия тарелки нужно освободить и снять датчик АБС. В некоторых случаях он довольно-таки туго сидит, и нужно быть осторожным, чтобы приснять его, не испортить. Теперь нам осталось снимать рулевую тягу, а также шаровую. Здесь гайки стоят под номер 21. Снимаем гайку, ставим съемник и с помощью съемника снимаем рулевую тягу. Тем же методом снимаем также шаровую, которая сидит в кулаке. Вот, кстати, это шаровая. Снимаем гайку и ставим съемник. Конечно, в некоторых случаях, чтобы снять конус, постукивают молотком, но в принципе это нежелательно. Хотя, если под рукой нет съемника, то другого выхода нет. Вот, сняли последнюю шаровую и кулак уже можно снять с автомобиля, внутри которого находится сам подшипник, который мы должны менять. Конечно, перед этим уже нужно снять вот эту ступицу. Как нужно это делать? Ну, во-первых, сейчас я хочу показывать сам подшипник, который мы должны менять. Здесь есть некоторый момент. Вот, с одной стороны есть намагниченная сторона. Вот, вы можете его легко проверить с помощью, скажем, отвертки. Вот в этой стороне нет магничивания, а вот в этой стороне есть. Если ставить наоборот, то будет проблема с АБС. АБС просто-напросто не будет работать. Так что, обратите внимание, особенно, что перед установкой нужно правильно ставить стороны, чтобы потом не было проблем. Кстати, завод-изготовитель ставит пластмассовую крышку именно на стороне, вот на магниченной стороне подшипника. Хотя, можно это в магазине перепутать. Так, теперь нужно снять ступицу. Берем подходящего размера вот деталь, которая не будет, значит, повреждать шлицы внутри ступицы. И с помощью удара молотка, конечно, нужно вот этот кулак держать на весу. И двумя-тремя ударами снимаем ступицу. Вот видите, мы сняли ступицу, на нем осталась половина подшипника. Его тоже нужно обязательно снимать. Для этого вам необходим специальный съемник. Хотя, некоторые все это дело организуют с помощью болгарки и молотка. Но я не советую. Конечно, нужно ставить подсъемник. Вот этот съемник. И легко он снимает вот эту часть подшипника. Также нужно снять вот это стопорное кольцо. Он довольно туго сидит. Нужно хорошо смазывать. И обязательно нужно его сдвигать с помощью, скажем, отвертки и молотка. Когда он уже сдвинется с места, уже можно его зажать и снять с кулака. После снятия кулака уже остается поставить под пресс вот этот кулак и снять подшипник. Поставить новое. Ставить это в скобу и собрать в обратном порядке. Ну, в принципе, думаю, что вы справитесь. Здесь, если имели дело с таким устройством. В принципе, все, что я хотел показывать вам. Всем желаю удачи, безопасной езды. Пока.